Одним из мероприятий, которые мы реализовали в прошлом году, это открытое обсуждение закупочной документации. Теперь, если у вас есть вопросы, вы можете не только нажать кнопку «Задать вопросы», задать вопрос напрямую, но также можете сообщить о том, что вы хотели бы пообщаться с нашими сотрудниками по закупочной документации. Возможно, вы видите, что в технической документации есть какие-то вопросы, которые через вопрос-ответ решить гораздо сложнее. И данные обсуждения проводятся в открытом режиме, то есть назначается время, назначается дата и прикрепляется ссылка, дается краткая информация о том, чему будут посвящены обсуждения. Конечно, в целом это общие вопросы, и уже в частности мы уходим непосредственно в самих обсуждениях. И данный функционал дополнен был на площадке, вы видите отдельно раздел «Открытые обсуждения». Важно отметить, что если вы не зарегистрировались на нашем сайте, не имеете личного кабинета и не прошли в карточку тендера через авторизацию, то данный раздел вы видеть не будете. Потому что все-таки здесь мы говорим о том, что у нас есть кнопки подтвердить участие, отказаться от участия, нам важно видеть вашу обратную связь, важно понимать, какие участники у нас будут присутствовать. И, конечно, гораздо лучше, если вы работаете с карточкой закупки именно через авторизацию, через регистрацию личного кабинета, авторизовавшись. В рамках открытого обсуждения, перед открытыми обсуждениями, как я проговорила, у нас есть две кнопки «Принять участие», «Отказаться от участия». Конечно, могут быть какие-то сдвиги по времени, об этом в любом случае будет сообщено, также будет опубликована информация. И наверху размещена ссылка на саму встречу. Сами встречи мы проводим сейчас с Берджаз. Мы искали инструмент, который бы позволил сохранить анонимность всех участников, как и со стороны Иркутской нефтяной компании, не светить имена, фамилии, отчества, электронные почты наших сотрудников, чтобы не было никаких коммуникаций вне закупочной процедуры. Ну и, соответственно, чтобы вы, если у вас такое желание, мы все-таки наставим на том, чтобы не раскрывать себя как участников или потенциальных участников до уже момента принятия решения. Мы рекомендуем все-таки сохранять анонимность и писать там исключительно свое имя, отчество, без фамилии, без названий компании при участии в закупках. И вот нам с Берджаз, долго мы искали площадку, с Берджаз нас вроде пока удовлетворяет и по качеству связи, и по своим инструментам. И по результатам обсуждений публикуются, собственно, результаты обсуждений. Это может быть какая-то краткая сводка, чтобы те компании, которые не смогли принять участие, понимали, что были обсуждения, что там кратко обсуждалось. В любом случае, если это какие-то изменения технической документации, какие-то уточнения и разъяснения, они могут быть направлены дальше дополнительно. У нас там есть раздел «Общие комментарии к закупке», где мы публикуем часто какую-то дополнительную документацию или дополнительную информацию о закупке. И несколько правил, по которым мы рассчитываем, что вы будете следовать, так же, как и мы. Это, они выводятся, да, у нас, когда проходят открытые обсуждения, выводятся на общий экран. Еще раз напоминаю, что это, конечно же, анонимность, которую мы просим сохранять, что у нас предупреждаем, что ведется запись таких встреч. И, ну, в целом, наш опыт показывает, что все, конечно, проходит в таком культурном режиме, да, никто никого не перебивает. Нам, мы тоже были рады тому, какой уровень у нас диалога складывается, поднимаются руки, пишутся вопросы в чате. И получается такая двусторонняя связь к вопросу, да, насколько Иркутская нефтяная компания готова открываться участникам. Я думаю, что это яркий пример, как мы готовы идти навстречу нашим участникам закупок и как мы готовы слышать вашу обратную связь. Ну и, конечно, такая обратная связь часто позволяет нам скорректировать свой курс, увидеть свои прорехи, да, в нашей документации, которая, конечно, бывает. Ну и в целом рассчитываем, что все вопросы, заданные в процессе обсуждений, они как раз позволяют сократить техническую оценку, да, сократить те сроки проведения процедуры, на которые обычно все обращают внимание, потому что сроки бывают длительные. И еще один момент, да, который хотелось бы проговорить, даже если назначены открытые обсуждения, все-таки мы просим заранее сформировать список вопросов, заранее его направить, чтобы мы уже имели их на руках и могли сформировать тот круг участников с нашей стороны, тот круг технических специалистов, которые бы подготовили ответы на ваши вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok